Микс Ньюз Утро на Болткове Доброе утро еще раз, мы вернулись в студию У микрофонов Артем Липин и Абик Элкин Доброе утро Как мы анонсировали, мэр Далгопиуса Андрей Селксич на студии Доброе утро Доброе утро Андрей, вот такой вопрос, который я хотел задать В свете всех реформ, которые тут ожидаются Региональных в том числе Создается такое ощущение, что правительство решило наказать не только Ригу Об этом мы уже слышали Но и другие города, значительно уменьшив вообще объем того финансирования, которое выделяется Города, может быть несколько слов об этом И почему? Потому что фактически еще экономический кризис пока не наступил Дело в том, что действительно экономический кризис пока что не наступил И единственная причина, почему его еще, так сказать, не видят Это достаточно хороший уровень внутреннего потребления Который, по сути, содержит на достаточно уже упавшей отметке развития Нашу страну и дохода в государственный бюджет Но, как и прежде, правительство абсолютно не меняет свои навыки И в целом в кризисное время, предкризисное время Переносит нагрузку с стороны государственного бюджета на бюджет самоуправления Все верно И, к сожалению, все это произошло уже с начала этого года Когда, по сути, самоуправление ограничили занимать средства в госкассе В принципе, остановилась реализация множества проектов, инфраструктуры Развития инфраструктуры, в том числе и европейских проектов Которые были запроектированы, которые предусматривают ремонтировать школу или детский сад Но, в принципе, исходя из этого ограничения По всем по ним работы были приключены Из-за отсутствия как раз-таки Заемных средств со стороны госкассы На которые все самоуправления Латвии В принципе, даже когда планировали реализацию этого проекта В 2015-2016 году рассчитывали А что теперь дальше будет с этими проектами? Долгописы тоже такие есть На сегодняшний день с каждым проектом индивидуально мы работаем с госкассой и с Министерством финансов Для того, чтобы конкретные адреса, конкретные школы, детские сады Были бы включены в решение кабинета министров Создается отдельный список Уже несколько решений таких было принято Когда в приоритетном порядке все-таки какое-то финансирование со стороны государства Гарантируется хотя бы на заем То есть у нас критикуются в основном частные банки Что они достаточно пассивные в сфере кредитования Но государство от этого не отстает И тоже приняло определенные рамки Но по факту на сегодняшний день Самая важная позиция сегодняшнего дня Это подготовка бюджета страны на следующий год И очевидно, что первоначально правительством заявлено Уменьшение финансирования самоуправлением По сути, ну абсолютно не понимая Что в первую очередь самоуправление Ближе всего находится к жителям В первую очередь самоуправление именно те Которые, скажем так, обеспечивают примарные нужды То есть стоимость коммунальных услуг Или это будет плата за тепло Или плата за вывоз мусора Или ремонт дорог на месте или дворов Да, так сказать Социальные пакеты Поддержку в школах, в детских садах И так далее И сокращая доходную часть налогов тех же жителей И забирая, пытаясь ее пересмотреть Повысив, так сказать, ту часть, которую заберут они Очевидно, что в государственном бюджете средств не хватает То есть вам придется сокращать какие-то программы? Самоуправление, конечно, в этой ситуации ищет и выбирает приоритеты То есть действительно Что в Далгу филосиприоритет? В Далгу филосиприоритет дети, молодые семьи Многодетные семьи Создание объектов инфраструктуры для создания новых рабочих мест А какие, соответственно, проекты придется их отложить? Ну, мы отложили в первую очередь наше участие в Союзе самоуправлений Латвии То есть На этом тоже может быть сэкономить, да? Мы уже сэкономили, уже бюджет следующего года Мы не закладываем финансирование Это порядка 75 тысяч евро в год Вот, и на таких инициативах, по сути, мы смотрим Где мы можем сократить на базе административного ресурса То есть вы не верите в эффективный Союз самоуправлений? Затраты и так далее Я считаю, что особенно он неэффективен в преддверии административно-территориальной реформы В рамках которой единственное, чем Союз самоуправлений занимается Это не дискутирует о том, сколько жители будут платить за коммунальные услуги За тепло, тот же мусор или канализацию А дискутирует, не знаю, останутся ли они как депутаты или председатели маленьких поместьй на своих местах Ну, сейчас Союз самоуправлений пытается активно бороться с этой реформой И, насколько и стало известно, они даже требуют отставки министра Пуца Получается, что Далгопилс, если присоединится к этой инициативе, то уже отдельно Или даже не присоединится Ну, в первую очередь, позиция Союза самоуправлений вообще какая-либо Родилась после того, как Далгопилс из этого Союза самоуправления вышел Обвинив, по сути, этот же самый Союз в той же самой пассивности Когда они активизировались? Это первая история всего этого Морелизонского балета Вторая позиция Знаете, Пуца можно было бы высказать демиссию, если бы он не подал бы проект о территориальной реформе Ну, посмотрите Далгопилс, второй город по величине, у нас есть бюджет самоуправления На административные нужды в рамках самого бюджета, то есть на содержание, чиновников и так далее Мы тратим порядка около, по-моему, 5% Маленькие самоуправления тратят на эти нужды до 20-25% от общего бюджета То есть вы за реформу? Я за реформу Я за то, чтобы сократилось бы количество самоуправлений Я за то, чтобы сократилось бы количество депутатов Я за то, чтобы управление в рамках территориальной единицы было бы более эффективным Вот у нас, допустим, в Далгопилсе, Далгопилска региональная больница Сфера здравоохранения одной из приоритетных У нас в больнице 4 акционера Далгопилс с мэром во главе, Край с мэром во главе, Югстес с мэром во главе И Страдене, как университет Ну, с нольку мы там процентами Ну, не важно, 4 Далгопилс каждый год финансируют поддержку конкретного медицинского учреждения В рамках, скажем так, оплаты операций В рамках поддержки студентов и так далее При этом, помимо этого, еще мы перечисляем прямую дотацию Увеличивая, предположим, основной капитал На уровне где-то миллиона евро в год Что делают маленькие самоуправления? Ничего И территориальная реформа, она поможет тем, что вы объединитесь Территориальная реформа поможет тем, что это объединит Не только территориальную как целостность Да, Далгопилс, предположим, сделает больше Но и управление в рамках целого ряда учреждений Сделает намного эффективнее Ну, еще абсолютно интересный пример Кровевая дума Далгопилска находится в квартале Далгопилска городской думы То есть на нашей административной территории Какой смысл содержать двойной штат, предположим, строю правы Предположим, какого-то департамента недвижимости и так далее Если, по сути, эту услугу клиент, житель может получить в одном месте Намного эффективнее и так далее То есть, вот с этой точки зрения я реформу однозначно поддерживаю Потому что, ну, извините, но нет, да, не докупился ни в Латвии Такого количества больше жителей для того, чтобы Не было бы необходимо содержать настолько великий штат Но у этой реформы есть вопросы Очень много вопросов, на которые на сегодняшний день не даны ответ Ну, первое, все мы знаем дискуссию о, скажем так, соблюдении решений конституционального суда О процедуре, как эта реформа должна происходить Все знают, что на реформе споткнулись до этого два министра И министр Заланс когда-то был министром регионального развития И министр Спрудж Да В процедуре в этой ситуации есть вопросы И у многих самоуправлений, многие уже заявили, что они подадут в конституциональный суд и так далее На сегодняшний день у нового председателя Валс Парвел Дескомиссии в парламенте Очень большой вызов, насколько сможет провести эту реформу на уровне законодательства Для того, чтобы, скажем так, исключить все возможные юридические проблемы Которые могут возникнуть в конституциональном суде Это первый, юридический момент Второй момент, о котором, к сожалению, никто не говорит Сколько будет в результате житель платить за свой счет, который ему придет за коммунальные услуги И вот самый важный центральный элемент в этом Это не только, скажем так, сократить количество депутатов, уменьшить бюрократию Это все хорошо играет, если только не превращается еще в больше загромозденный бюрократический механизм Самое важное в этой ситуации Будет житель платить за коммунальные услуги больше или меньше Если он будет платить больше, реформа плохая Если он будет платить меньше, реформа хорошая А разве это не зависит от каждого самоуправления отдельно? Конечно, зависит Но тогда, когда они объединятся в одно целое Ведь не сможет Даугупилс, предположим, при достаточно широком объеме социального пакета поддержки жителей Предлагать меньший пакет жителям края или какой-то другой территории, которую присоединят Надо будет ведь выравнивать Значит, кто-то будет платить больше, кто-то будет платить меньше Нет, это означает, что и жители Даугупилса, и жители края должны будут получать одинаковые в этой ситуации равные услуги, равную поддержку Допустим, бесплатный транспорт, общественный транспорт детям В Даугупилсе есть, в крае нет Предположим, поддержка на медицинские услуги на операции В Даугупилсе есть, в крае нет Теперь будет, да? Извините Если будет, то есть Я ради реформы отбирать у жителей Даугупилса и позволять отнимать какому-то из министров какую-то форму социальной поддержки жителей не собираюсь Далее Тариф на отопление Даугупилса 48 евро за мегаватт-час, в крае 50 с чем-то Что дальше? Ну, надо же выравнивать или не надо выравнивать? Или мы тогда будем неравны в отношении всей этой реформы по территориальному принципу? Когда господин Пуца ездил по краям, и у него были встречи с главами всех самоуправлений, задавали ли вы ему эти вопросы? Не один раз я обсуждал эти вопросы и при личных встречах Ответа пока не было И публично на сегодняшний день ответа, ну, такого четкого, понятного на эти вопросы нет Потому что, ну, понятно, что и теплосети, и понятно, что ЖКХ, и коммунальные услуги, или, допустим, вопросы вывоза мусора Будут регулироваться, скажем так, через собережеского поколпом регуляшность комиссии То есть, мне интересна позиция комиссии Позволит ли она разного рода зонирования тогда? Так получается Тогда те, кто подключены к центральному, предположим, теплоснажению, будут платить одну сумму Те, кто подключены к отдельным котельным без центрального теплоснажения Другую сумму Другую сумму Но если мы пойдем по такому принципу, тогда у нас в некоторых микрорайонах, где стоит отдельная котельная договор на поставку теплов, который заключен, достаточно невыгодно Там вообще тариф тогда может взлететь То есть, очень много неясных вопросов Неясны вопросы о финансировании, о распределении финансирования, о механизме выравнивания среди самоуправлений, как он работает Ну, то есть, в этом виде вас на данный момент реформа не устраивает именно по этим вопросам, которые вы упомянули Что вы делаете для того, чтобы эту реформу остановить или, по крайней мере, чтобы получить ответ на этот вопрос? На сегодняшний день очевидно, что дискуссия о реформе вот в таком содержательном плане будет именно в парламенте И на сегодняшний день моя позиция по защите самоуправления именно по экономическим критериям базируется на ассоциации больших городов Где, в принципе, с реформой я согласен до этих моментов, которые мы обсуждаем, до этого механизма финансирования Соответственно, и с дискуссиями с Минфином Как они поддержат эту реформу, исходя из, предположим, какого-либо другого распределения или подоходного налога с населением и так далее Но, опять-таки, важны ответы на вопросы по финансированию Министр нынешний, к сожалению, форму согласования реформы с картой дорог, предположим С картой распределения финансирования, как Минфин Этого не произошло Так, а что вы делаете, чтобы получить ответы? Ассоциация больших городов Пожалуйста, парламент, вот что мы делаем? Ну, ассоциация больших городов, что? Вы там выступаете, вы требуете ответов Выступаем, требуем ответы, задаем вопросы На уровне парламента будет дискуссия Представитель от Даугупилса, госпожа Инга Голберга, является председателем Воспаралдес-комиссии в парламенте на сегодняшний день То есть формы вопросов множество Позиция Даугупилса, как позиция некоторых самоуправлений с возможностью подачи исков в конциональный суд Тоже может быть формулирована впоследствии Если в результате я увижу, что жители могут платить больше Вот это самый, опять-таки, самый важный критерий То, что самоуправления, по сути, не являются, ну, как сказать, decision-maker, да, принимателями решений в этой ситуации Это понятно, это вопрос, который определяется парламентом То, что реформа нужна, да, то, что надо сократить количество депутатов, да То, что необходимо обеспечить доступность жителям к услугам, которые предоставляют самоуправлений, нет, да Давайте посчитаем, сколько это будет стоить Вот такой вопрос, который я хотел задать Вы упомянули Далгопилскую больницу, но мы знаем, что даже в Риге есть проблемы и с медицинским персоналом, да И с очередями, что в Далгопилской больнице? На сегодняшний день Далгопилская региональная больница, новый руководитель, который, в принципе, разгребает гучу проблем, которые больницы были очень долгое время Он был достаточно смелым для того, чтобы заявить на всю страну о нехватке, допустим, конкретного рода специалистов И данный вопрос рассматривался в том числе и на уровне министерства в наших совместных встречах, и на уровне парламентской комиссии По факту на сегодняшний день самоуправление, как я говорил, поддерживает региональную больницу напрямую, в том числе и прямыми финансовыми дотациями Это раз Два, самоуправление для жителей Далгопилса покупает определенного рода услуги в больнице Оплачивает, предположим, три дня для старшего поколения нахождение, предположим, в больнице Оплачивает разного рода операции и так далее Вот, но самое важное, это, по сути, нехватка специалистов, с которыми столкнулась больница, как и многие другие больницы В этом плане у самоуправления разработана на сегодняшний день целая программа по финансированию оплаты Как обучения, так и стипендий по определенного рода специальностям То есть, мы оплачиваем стипендии резидентам Мы на сегодняшний день, допустим, столкнулись с новой проблемой нехватки зубных врачей Зуновой поликлиники городской Мы провели беседы на уровне средней школы Уговорили четырех студентов, которые закончили школу, о том, что они пойдут учиться на зубных врачей Самоуправление оплатят им обучение, стипендии И потом вернутся они Обязаны вернуться Обязаны вернуться, да Все равно это обучение долгое, пять лет Все верно, но лучше начать это сегодня Дело в том, что если кто-то это начал бы раньше, то они бы работали бы уже сегодня по этому принципу Учитывая, что мы начали это сегодня, то это определенного рода задело на будущее И, в принципе, если посмотреть даже по среднему возрасту врачей То сегодня самый последний момент Такие формы поддержки реализовывают Для того, чтобы регионы не остались бы без качественных специалистов Проблема отсутствия качественных специалистов в регионе И сфера здравоохранения не одна из них У нас проблемы на сегодняшний день в сфере нехватки учителей, предположим, в школах Которая нагрянет с очевидным кризисом через лет пять Исходя из того, что средний возраст достаточно уже высок Но проблема регионов, предположим, в Даугупилсе отдельно в том, что на сегодняшний день В пятерке школ по стране две школы из Даугупилса Русский лицей, третья средняя школа Одна из них занимает первое место по стране по рейтингам Качество образования настолько высокое Качество и результаты экзаменов настолько хороши Что абсолютно понятно, что дети из этих школ уезжают учиться или в Ригу Или куда-то за границу И это парадокс качественной системы образования Что мы готовим для иммиграции Но мы, по сути, не можем опуститься до планки Давайте готовим середнячок Для того, чтобы будем готовить середнячок, он весь останется Он пойдет в техникум, он пойдет в какое-то профучилище Он поступит, в лучшем случае, в Дугупилский университет Получит какого рода высшее образование и останется Но это не наша цель Наша цель в рамках образования в целом по стране Создать качественного студента, качественный продукт В таком достаточно формальном плане Который впоследствии станет специалистом высокого класса И если даже посмотреть, то посмотреть по стране На множество руководящих должностях Это, по сути, выходцы из Латгалии в целом Вот, допустим, вчерашнее назначение нового руководителя НВД Национальной службы здоровья Национальной службы здоровья Такой же из Дугупился Да, вопился, да Закончил русский лицей Вот, пожалуйста Качественное образование Достаточно хороший, порядочный молодой человек Нам сейчас нужно прерваться на рекламу После чего мы вернемся Не переключайтесь Да, еще раз добрый день Или доброе утро Мэр Далгапиуса Андрей Алексеевич на студии 672-12-93-9 672-13-93-9 Телефон прямого эфира И номер ватсапа 2-3-0-61-91 Хотелось бы немножко вернуться назад Потому что вы как раз упомянули Тарифы за отопление И Далгапиус, собственно, стал тем городом У которого тарифы будут, если не ошибаюсь Самыми низкими по стране По крайней мере, одни из самых низких Самый низкий среди больших городов Да И в принципе, самый низкий, наверное, и по стране Да, там олайны тоже где-то рядом Но в тройке точно Далгапиус находится Если я правильно понимаю, что произошло Потому что в прошлом году тарифы были больше 56 евро Кажется, там 58 евро Самый рекордный тариф Далгапиус, даже в Далгапиусе, 63 евро Я просто пытаюсь восстановить технологию Если я ошибусь, то поправьте меня, пожалуйста Было обещано, что будет снижение тарифов После чего было объявлено, что тарифы нельзя снизить до 48 евро Они будут 50 евро После чего произошла смена в предприятии Далгапиус Силтумс И все-таки тарифы были снижены до 48 евро Ну, немножко не так все было В принципе, самая большая проблема, которая образовалась с формированием тарифа Она образовалась в прошлом году После того, как предприятия Далгапиус Силтумдрикли заключили невыгодный для города договор на поставку природного газа И весной этого года мы начали новую сессию переговоров В рамках объявленных закупок самоуправления на приобретение природного газа Которые увенчались для самоуправления достаточно удачно В результате чего у нас тариф на теплоэнергию В принципе, на сегодняшний день действительно самый низкий палат Составляет 48 евро Уменьшение по сравнению с предыдущим годом составляет 21% ниже Самый высокий он был в прошлом году на уровне 63 евро за мегаватт-час Ну, в принципе, вчера вступил в силу тариф Он будет в отопительный сезон Он будет в силе до 30 апреля следующего года Конечно же, данный тариф и его сохранение не обошлось и без смены руководителя предприятия То есть, у меня в этом плане очень просто Обещал, сделал Предыдущий руководитель позволил себе, скажем так, не совсем корректной дискуссии на этот счет В смысле? В смысле дискуссии о повышении И в смысле попытку рассмотреть вопросы о повышении В тот момент, когда ни один экономический показатель работы предприятия этому не способствовал Все Да Еще несколько вопросов нам нужно обсудить Время идет очень быстро Мы знаем, что в этом месяце состоится конгресс партии Согласия Которого вы имеете самые непосредственные отношения Что вы ждете от этого конгресса? А почему спрашивают? Потому что слухи ходили разные Даже где-то появилась информация о возможности создания вами какой-то долгоперской локальной партии И вот, может быть, несколько слов об этом? Ну, в первую очередь, на сегодняшний день все территориальные организации Согласия проводят общие собрания для выдвижения делегатов на конгресс Для выдвижения, в том числе, и разного рода вопросов, которые планируются обсудить Я предполагаю, что дискуссия будет жарко, она необходима Согласию необходимы определенные изменения, и это абсолютный факт На сегодняшний день, если говорить обо мне и о Даугупилсе, то в Даугупилсе очень долгое время было посредине разного рода расприи Между разными партиями, когда каждый тянул одеяло на свою сторону И порой жители и сам город становились заложниками этих политических интриг Потому что, если так посмотреть, у нас смена мэра в самоуправлении за последние два года происходила уже три раза То есть, я был первый раз, потом я уже сейчас третий раз, так сказать А в предыдущие годы еще чаще, я помню В принципе, на мой взгляд, Даугупилсу, как городу, необходима абсолютно новая политическая сила, движение, которое объединит жителей И в которые не будут, скажем так, участвовать те люди, которые все время занимались основным принципом разделяя властвы Какие люди, например? Ну, разные, все политики перечислить, можно перечислять фамилии безграничные На сегодняшний день в городской думе три политические партии До того, как я начал участвовать в политической жизни города, там было семь политических партий И голоса покупались, продавались за разного рода должности на разного рода предприятиях Вот, но, в принципе, на сегодняшний день я вижу, что городу необходимо движение Движение за Даугупилс, за интересы Даугупилса Я в этом вопросе очень эгоистичен То есть, меня интересует мое самоуправление, меня интересует мой город Меня интересует, как каждая реформа отразится на моем городе Как бюджет страны отразится на моем городе Что мы будем делать и город, и люди, которые работают в самоуправлении Для развития города, что будет делать для этого, в принципе, страна Очевидно, что поддержка со стороны, скажем так, государственных политических сил В плане вообще всех самоуправлений достаточно пассивная Даже если посмотреть, как распределяется европейское финансирование То для Европы, Латвия, это один регион Необходимо разделить два То есть, Рига и остальные самоуправления, остальные регионы Потому что, извините, при одинаковой интенсивности поддержки Создать новые рабочие места в Риге, предположим Или в Зилупе, или в Даугупилсе, или в Вилгаве Ну, это несравнимо Интенсивность поддержки должна быть намного выше Потому что уровень средних зарплат в регионе тоже на 200-300 евро отличается Предположим, чем столица И я вижу в том, что данная идея уже сегодня Ею живут многие мои соратники, многие мои коллеги И в том числе и политики, и городские жители Первый шаг – это, скажем так, общественное движение Которое, возможно, к весне может превратиться в общественную организацию И при соответствующей поддержке жителей может превратиться и в политическую партию Но здесь стоит отметить, что важна идеология На сегодняшний день в принципе Я не вижу никакой альтернативы Помимо тех идей, о которых говорит согласие Это социал-демократические идеи Но о будущем самой партии Я думаю, что можно будет сказать Действительно после Конгресса Когда будет понятно То есть не исключено, что вы можете сотрудничать с согласием Уроки, все верно Уроки, скажем так, освоены или уроки не освоены И вопросов действительно очень много И я думаю, что сам Конгресс и сами дебатеры Они покажут все проблемы Будут ли вот в эту новую партию Она будет, если она будет Вы предполагаете, что она будет состоять из тех людей Которые сейчас находятся в согласии Работают в долгопилосе Или вы будете привлекать и людей из других партий Это общественное движение Которое может стать партией Абсолютно, да Это абсолютно общественное движение Это абсолютно лидеры разных мнений И уже на сегодняшний день коллеги, скажем так Представляют разные, в том числе, политические силы То есть, в принципе, глобальная идея Это идея даугопилоса Это идея объединения даугопилоса Это идея развития даугопилоса Это идея защиты интересов даугопилоса И на сегодняшний день, если даже посмотреть Публичную составляющую Мне кажется, даугопилос со своей публичной позиции С заголовков просто-напросто не выходит Потому что каждый день Будь-то или территориальная реформа Или попытки, предположим, реформировать сферу образования Или лишить детей обеда в школах Или дискутировать о бюджете страны на следующий год Мы впереди и данную позицию защищаем Именно поэтому мы отказались участвовать, предположим, в том же союзе самоуправлений Потому что мы не видим, что данная организация может эффективно защищать наши интересы Исходя из этого, мы, конечно же, на уровне самоуправления РКОС самоуправление маневрирует и кооперируется между собой В том числе и разного рода политические силы Для того, чтобы разные идеи защитить По поводу союза самоуправлений, кстати, хотел спросить Раз уж мы вернулись к этой теме Некоторые ваши политические противники Они приводят в пример Ригу и Краславу Как те самоуправления, которые тоже выходили из союза самоуправлений Рига, по-моему, не выходила Мне кажется, что Рига выходила же из союза самоуправлений какое-то время назад Дискуссия была Дискуссия была Не вышли они Хорошо Выходила Краслава Отсутствовала Потом вернулась Как вам кажется, не постигнуть для Далгута та же самая участь И почему, как вам кажется, Краслава вернулась Знаете, тогда, когда председатель союза самоуправления беседовал со мной И спрашивал Андрей, вот что должно произойти, чтобы вы вернулись Я сказал Знаешь, мы на этот вопрос сразу же поговорим Как только вы сделаете дорогу с Далгута Садовики Ну, вот пускай что-то произойдет Пускай она покажет, скажем так, свою надобность В том числе и свою силу Но разве дороги находятся под ведомством союза самоуправления? Союз самоуправления является партнером правительства при составлении и утверждении бюджета страны Дороги, особенно государственного масштаба, их ремонт зависит от того финансирования, которое будет определено в бюджете страны Если данных позиций не будет, дорог, объектов инфраструктуры, предположим, того же аэропорта, Далгута Если не будет поддержки, предположим, в сфере конкуренции, приход на рынок страны новых торговых сетей Потому что Риме максимум это дуопол, порядка 60% Необходимы новые игроки Посмотрите, та же Литва Норфа, скажем так, тот же самый Лидл Они понизят, скажем так, стоимость среднего чека в магазине Жителям, которые придут, они начнут более эффективно конкурировать И предоставлять более, скажем так, дешевые услуги Тогда да, тогда мы обсудим этот вопрос Почему? Далгута не закрывается, мы не становимся какой-то крепостью Хотя у нас в городе есть крепость Есть И очень замечательная, да, очень красивая Очень популярный объект для посещения туристов Мы не закрываемся, мы открыты Мы дискутируем, мы заявляем о проблемах Мы не собираемся больше молчать, смотреть на то, что происходит И что где-то кто-то решает за нас, вместо нас Или пытаясь продать интересы нашего города, скажем так, на площадке большой политики Мы очень эгоистичны и мы абсолютно рады, когда город у нас получает возможность На получение, допустим, реализации многих проектов Но сегодня я говорю о них, как о критерии экономической безопасности региона Вот это экономическая безопасность Хотите, чтобы предположить... Вот посмотрите, как литовцы поступают Вот они абсолютно в своих скромных личных интересах, национальных интересах Распилили железную дорогу на Латвию Я понимаю абсолютно их шаг Вот в Латвии необходимо было бы сделать хорошую дорогу до Риги И разрыть дорогу до Зароса Начать его ремонтировать, предположим, до Литвы Потому что экономическая активность наших жителей уходит в соседнее государство Налоги получает соседнее государство Ну а почему, как вам кажется, люди предпочитают уезжать... Ну вот вы в Фаузе немножко об этом поговорили Что в Далгополсе многие люди на выходные, скажем, уезжают в Литву Посмотреть там на, не знаю, красоты И там тратят деньги Почему они уезжают в Литву и остаются в Латвии? Во-первых, данная проблема состоит из нескольких критериев Во-первых, все мы знаем сегодня, что важна скорость Вот у каждого новый телефон У каждого он быстро думает У каждого надо написать быстро сообщение Зайти куда-то в социальные сети, посмотреть, ответить В бизнесе также, быстрота мышления В рамках инфраструктуры Быстрота означает дороги, скорость передвижения То есть, в первую очередь, начните с дорогами Если вы хотите усилить скорость передвижения, экономические активности Необходимы такие объекты, инфраструктуры, как аэропорт Это первое, самое важное Когда в стране кризис, стройте дороги Второй самый важный элемент Это, по сути, пирамида Маслова Те наиважнейшие позиции жизни человека Которые ему необходимы Это потребление Там дешевле Это, по сути, магазин Магазин На сегодняшний день в Латвии Все говорят о картелях О картелях строительства О картелях вывоза мусора И так далее У нас еще помимо этих двоих картелей Есть еще два Картели среди магазинов Это Риме Максима Которые, по сути, с помощью даже государственного лоббирования Не пускают на наш рынок Лидл или Норфу Или, я не знаю, хоть пятерочку сюда заводите Чтобы она конкурировала И четвертый картель О уровне муниципальных аптек Фармацевтическая сфера Когда рынок фармацевтов, по сути, поделен Где они имеют право диктовать уровень наценки Уровень условий Что мы получаем? Мы при хорошей дороге На Литву От Даугупился, предположим, от региона Даугупился аэропорт Вильнюса и Каунуса Ближе, чем аэропорт до Риги Дорога туда лучше, чем до Риги Вот жители поехали Помимо этого, на выходных Семья Три-четыре человека Сели в свой автомобиль Поехали за покупками Приобрели там еду, предположим, на неделю Потрасили в магазине 50-60 евро Еще машину заправили На обратном пути они заправили машину Потому что там дешевый налог На более низкий налог Акцизный налог Вот они заправились Помимо этого, они заехали туда в аптеку Медикаменты там дешевле А рынок лекарств Либерализирован настолько, что Некоторые из них можно купить Даже на том же статуе ли у них По дороге заехали на объект туристический Покушали Массу удовольствия Покушали Отдохнули Получили массу удовольствий Вернулись в Латвию Но для экономики страны Они потратили деньги там Которые могли потратить здесь И эти деньги не остались у нас в стране И благодаря отсутствию этих денег У нас нет рабочих мест Потому что потребительская способность Помимо и так разницы в 200-300 евро по стране А это заставляет их поехать Именно еще в соседнее государство У нас фактически сокращается Здесь на месте И мы по сути доказали это Абсолютно одним простым примером По объектам инфраструктуры Когда мы У нас в самоуправлении Начали развивать У Большого Стропского озера В целом инфраструктуру То есть У нас там и детские площадки И спортивные площадки И пляжи И волейбольный И отдых И прогулочные трассы Мы там сейчас делаем И бассейны у нас там на воде И что только у нас не предусматривается Но мы Вот Вложив туда средства Мы добились Показатели Что на парковочной стоянке Нет ни одного Летом в хорошую погоду Свободного парковочного места И у нас начали образоваться На месте разные кластеры То есть Питание Аренда Мероприятия И так далее И вот начинается Эта экономическая активность Только благодаря тому Что ты вкладываешь В объекты инфраструктуры И только так ты можешь По сути В этой Жесточайшей Жесточайшей Конкуренции Скажем так Развивать свой регион А нам это Особенно актуально Потому что Все-таки Латгалия Граничится Граничится Да Граничится и с Литвой И с Белоруссией И с Россией Это Скажем так В курсе Вопрос Национальной Или экономической безопасности Это только Эти Рони Да Не успеем Наверное Может быть Это все Обсудить Еще один вопрос Я знаю Что Центр госязыка Какие-то Имеют претензии К вам И видимо Для них Это важнее Языковые вопросы Чем то Что вы сейчас Рассказывали Ну Центр госязыка Действительно В отношении Меня Возбудил Очередную Проверку По Моему Участию Как Мэра города На Частном Мероприятии Соревнований Где Часть речи Я сказал На русском языке Ну Скажем так Нечем им заняться Хотя На частном Мероприятии Можно Говорить На любом языке Еще раз Тогда Когда У государства Нет аргументов Почему Оправдать Будучи депутатами Проголосовали Врачам Дать 120-130 Миллионов На повышение Зарплат Поддержки Инфраструктуру И так далее Тогда Все голосуют За Становятся Министрами Тогда И 50 миллионов Могут Еле найти Потом У нас Начинаются Вопросы Школ Детских Садов Языка Опять-таки И редуцируется Какой-то Банальной Проверкой Которая В принципе Ничем Не закончится Потому что Все прекрасно знают Что я прекрасно Владел Тверским языком Вопросы Почему И как И в каком Месте Вы говорили Еще один Такой Тоже вопрос Надеюсь Успеем его Рассмотреть Я пытался Сейчас найти Информацию Разные Какие-то Источники По трамваям В Далгфплсе 10 миллионов Евро Были Обещаны Вам Насколько Я понимаю Далгфплс Я имею ввиду Со стороны Министерства Транспорта И в итоге Сейчас В них Отказано Во-первых Было обещано Министром Сообщения Который Посетил Далгфплс И ознакомился С планами Развития Именно Транвайной Инфраструктуры Речь идет О закольцовке Одной Из Транвайных Веток В принципе На сегодняшний день Данный вопрос Открыт И На данный момент Не отказано На данный момент На уровне Правительства На уровне Профильных Министерств Конкретные Министры Изыскивают Данные Средства Которые До этого Конечно Они Пообещали Но В принципе Данный Шаг Из Любого Развития Событий Оценят Все-таки По окончанию Жители Города Да и В принципе И страны Обещал Сделал Не хочешь Сделать Не можешь Выполнить Обещание Не обещай Или не становись Министром Ну или Предположим Мэром города Всегда За свои слова Нужно отвечать И На сегодняшний день Мне кажется Что Данный вопрос Во всяком случае С нашей стороны Также Мы его Ну скажем так Продвигаем В какой-то степени Лоббируем И Я думаю Что в ближайшее время Окончательное решение Будет все-таки Понятно То что Они Рижским Проектом Закрыли Поезда Да Этот проект Ну это Тоже очевидно Понятно Да То что В стране Есть Деньги Для того чтобы Самоуправление Развивали Свою инфраструктуру Тоже факт Мы конечно же Их ждем С распростертыми Объятиями Все-таки Это в том числе Определенного рода Экономическая активность Региона Очень кратко У нас осталась Буквально одна минута Что с ПНБ банка Далгов Пулс Смог вернуть Свои деньги Как там ситуация Развивается И еще такой вопрос Вдогонку Почему вообще У Далгов Пулса Так много денег Было В сравнении С другими самоуправлениями Вот именно В ПНБ банке Не больше чем в Риге Ну в Риге да Если даже посмотреть Наверное Меньше Десять раз Или семь Ну на сегодняшний день В банке ПНБ У самоуправления Находились средства На уровне Самого самоуправления То есть Это не депозитные счета Это норы Киноконты Куда жители Платили Да Мы использовали Данные счета Для того Чтобы жителям Было бы дешевле Делать Переводы Конечно Первый Это счет Налог на недвижимость Это счет Самоуправления Составляло 650 тысяч евро Второй счет Это ЖКХ Куда жители Платили За коммунальные услуги И сейчас Эти деньги пока еще На данный момент Эти средства Заморожены В рамках Самого ПНБ Банка Внутри Мы обратились В госкассу С позицией Возможной Компенсации Данных средств Откуда Получили В принципе Заверение Что Если Самоуправление Настанет Такой момент Когда эти средства Будут действительно Влажны И необходимы Тогда Они Изыщут Возможность И в принципе Рассмотреть вопрос О своего рода Скажем так Или заемах Или компенсациях И так далее Но по сути Очередной банк Я думаю Не последний И то что Делает Самоуправление На сегодня Мы Сокращаем Сотрудничество С банками В принципе В целом Это К сожалению Опять таки Государственная проблема У этой проблемы Будут Другие Последствия Банки Сократят Кредитование Но это Уже Не ваше Проблемо Но И переводим Фактически Счета На Счета Госкассы Спасибо Большое У нас В гостях Был мэр Дагуб Александр Андрей Элкснинш Программу Провели Абик Элкин И Артем Липин У нас Сегодня Очень Обширная Программа Поэтому Не переключайтесь Утро На Волкове Продолжение следует... Спасибо